МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем говорить сегодня о правде, лжи, обмане и умолчании в журналистике. Это восьмая лекция по учебнику. В прошлый раз мы говорили в основном о правде. Так, по-моему, у нас и пролегла. Я попытался подчертить линию раздела внутри этой темы. Правда, а сегодня в основном о лжи, обмане и умолчании. Напоминаю вам слова, которые я уже явно произносил. Правда, это очень сильное оружие. Нужно понимать, как им пользуешься. Отключитесь. Применительно каждому здесь сидячему, на себя можете прикинуть, всю ли правду о себе вы готовы рассказать. Даже если эта правда вас не компрометирует, если она не такая, не дай бог, на грани Уголовного кодекса или чего-то в этом духе. Есть вещи, которые сейчас, к сожалению, все меньше и меньше, потому что это явно разрушает человеческую цивилизацию, так как она сложила все меньше и меньше вещей, о которых стесняются рассказывать люди, или они принято рассказывать. Но мы эти детали отбросим, хотя они очень важны в журналистике, особенно на телевидении. Потому что современное телевидение во многих своих передачах черпает гигантским ковшом, гигантского экскаватора как можно больше этой правды, объясняя тем, что люди хотят это знать, ну и так далее. Там вся эта известная довольно банальная, довольно спекулятивная, довольно лицемерная аргументация. Мы берем сейчас основные фундаментальные теоретические аспекты. И так правда очень сильное оружие, вы с ним будете неизбежно работать, оказавшись в средствах массовой информации часто на телевидении, где это все еще визуализировано. То есть одно дело то, что слышится, воспринимается на слух, или глазами в виде текста, а другое дело, когда тебе еще показывают соответствующую картинку. Тут при просмотре некоторых передач, уже там чисто физиологически, там, дарвотного инстинкта доходят. С якобы поисками, якобы правды некоторыми современными телеканалами, телепередачами или тележурналистами. Короче, сильное оружие. Ну, не менее сильная естественная ложь. Опять же, это легко понять, если прикинуть на свою собственную жизнь. Даже маленькая ложь может оказаться для кого-то роковой. По-моему, я не говорил об этом в прошлый раз, поскольку проблема правды, лжи, обмана фундаментальная для средств массовой информации, работающих на публичном поле, то возникает проблема для многих людей. Вот, по-моему, я об этом не говорил. А как спрятаться от средств массовой информации? Для довольно значительного числа людей, действительно, в частности, знаменитых, это очень важно. Говорил я об этом или нет? Нет, да. Обычно я люблю задавать первокурсникам этот вопрос. Сейчас у нас не очень много времени. Большая эта тема, большая лекция. Пришлось на два публичных выступления ее разбить. Поэтому не буду задавать вам вопрос, но он очень интересный. И даже метафизический. В человеческом плане точно интересный. Итак, где в сегодняшнем мире, где и как в сегодняшнем мире можно спрятаться от средств массовой информации? Если задаешь этот вопрос, ответ всегда звучит, и всегда один и тот же. И редко кто доходит для другого, более сущностного ответа. По крайней мере, из молодых. Это значит выкинуть телевизор, не подписываться на газеты, что не соответствует действительности, реальности, потому что вы можете выкинуть телевизор и не подписываться на газеты, и не читать их, не покупать в киоске. Но если вы находитесь в современном человеческом обществе, то есть хотя бы, хотя бы, едете в метро, в автобусе, в троллейбусе, на маршрутке, оказываетесь в неком коллективе, например, здесь, в университете, все равно вы слышите, как другие пересказывают в значительной степени не собственные оригинальные мысли, не прочитанное на досуге очередной роман Марцеля Пруста, а как раз то, о чем рассказывали средства массовой информации. То есть, лично выпросив свой личный телевизор и отказавшись от чтения газет, вы от влияния средства массовой информации не уходите. Ответ неправильный. Более точный ответ, вариант этого ответа, зажить анахаретом в пещере, в пустыне, на острове, в лесу, то есть вне человеческого общения. Да, это правильный ответ. Но, во-первых, многие ли люди способны на это? Это легко себе, может быть, даже не очень легко представить, прочитав в данном случае какой-нибудь роман, но кто из вас готов на такой подвиг ради того, чтобы в дурном смысле средства массовой информации на вас не влияли. Допустим, вы считаете, что их влияние в основном плохое. ответ правильный, но мало кто этому может следовать, особенно самые заинтересованные люди, то есть те, кто, собственно, кому есть что скрывать, я имею в виду этих публичных людей, они хотят быть и на публике, и одновременно, чтобы о них не все рассказывали, и во всяком случае не рассказывали то, что они не хотят. Понятное дело, что известному политику или какой-нибудь поп-звезде скрыться в пещере на заброшенном и безлюдном острове, для них просто это нереально. Есть второй, ну или, можно сказать, третий ответ, совсем точный, другое дело, что вполне человек способен владеть вот этим методом, который предполагает ухода от исподвлияния СМИ и правды лжи, которые оттуда несется, и гнусные лжи, и неприятные правды. Этот метод наш, человечки, но он не находится в наших непосредственно руках. Очень сильное чувство, очень сильное влечение, очень сильные эмоции выводят любого из нас из-под влияния вообще всех внешних факторов, за исключением того, которое это чувство вызывает, естественно, из-под влияния из СМИ. Если вы влюблены, ну, во всяком случае, на период вот этой, самый сильный период влюбленности, то вам все равно, что происходит вокруг. Некоторые даже бросают учебу, применительно, к вашему возрасту. Некоторые бросают работу, применительно, к более старшим возрастам. Но дело не в любви как таковой, физической или платонической, я имею в виду, между полами. И, прости господи, теперь уже между одинаковыми полами. Дело в том, что любое сильное чувство, ну, если вы любите музыку и сидите в зале, в консерватории, в зале Чайковского, сидите в консерватории, в большом зале или в зале Чайковского, другое помещение концертное в центре Москвы, вот в момент, когда вы слушаете первый концерт того же самого Чайковского, ну, вам все равно, так же, как в момент свидания с любимым человеком, вам все равно, какой там бюджет Греции, ушел Берлускони с поста премьер-министра или нет, боюсь, что он даже все равно, какая партия победит на выборах ближайших в России. Вот это сильное чувство, это может быть чувство матери к ребенку, тоже очень сильное чувство, и оно такое, еще более даже физиологическое, чем любовь между полами, во всем случае на пленном моменте, и, кстати, больше длится по времени чаще всего. Вот когда мать думает о своем ребенке, то, опять же, все эти Берлускони по Пандреу и прочие президенты и премьер-министры вряд ли ее волнует, хотя, в принципе, она может быть очень общественным человеком, и вот вне этого общения с ребенком вполне интересуется этими вопросами. Но это такой дополнительный, кстати, он отдельным вопросом, таким мелким вопросом, по-моему, в каких-то билетах присутствует, дополнительный поворот этого сюжета о правде лжи, поскольку в средствах массовой информации, поскольку ущерб человеческому сознанию, отчастливая человеческой судьбе и правда, публикуемая в средствах массовой информации и ложь, этот ущерб наносят. Значит, теперь вот, чтобы окончательно перейти от правды к лжеобману и умолчанию, поставим такой водораздел, опять же, если я только не помню, что я говорил, все, что я вам говорил в прошлый раз о способах верификации, проверки информации. Что здесь можно сказать? В принципе, это свойство организма человеческого, организма психологии человеческой действует по аналогии. На сей счет существует известное выражение, что если что-то пахнет как рыба, выглядит как рыба, да еще если продается в рыбном магазине, то вы, естественно, предполагаете, что это рыба. Ну, вот это, этот афоризм, давно использующийся, не знаю, не жил, могу только себе представить, насколько он был точен в 19 веке, там, в начале 20 века, но сейчас, когда те же средства массовой информации, помимо нашего собственного знания, каждодневно нам сообщают, как фальсифицируются продукты, то мы тоже должны понимать, что если нечто пахнет как рыба, выглядит как рыба, по вкусу как рыба, и продается в рыбном магазине, это не значит, что это рыба. вполне может оказаться, включите передачу контрольная закупка, например, которая каждый день идет в будние дни, и вам там объяснят, а в некоторых других специально снятых фильмах еще подробнее, как вообще из не рыбы сделать то, что пахнет, по вкусу, выглядит и продается в рыбном магазине. Между прочим, гигантская проблема современности, новоприменительная к медиа, к средствам массовой информации, вот этот пример, он просто застренно показывает, что в принципе проверять нужно все. Если даже этот пример у меня есть в книге, если журналист получает информацию от министра финансов о том, что бюджет данной страны составляет такую-то сумму, и дальше следует гигантское число со многими знаками, понятное дело, что журналист эту цифру, допустим, только он ее узнал, передает широкой публике. Но уверен ли он в том, что эта цифра соответствует действительности? Он что, проверял эту цифру? А может министр ошибся? Вот ошибся. Бывает, что человек оговорился, даже если он читает по бумажке. А может министр врет? А как проверить? Вы что можете? Отдельно взятый журналист, или даже там редакция целого канала может пересчитать бюджет государства? Особенно если он специально составлен, сфальсифицирован. То есть казалось бы, источник надежнейший, официальный, квалифицированный. Даже в этом случае нет полной уверенности, что то, что ты из этого источника получил соответствует действительности. И проверить физической возможности ты не имеешь. Поэтому существует несколько методов проверки информации. Их нужно использовать в совокупности. Понятно, что в каждый отдельный взятый момент, работая с тем или иным информационным сообщением, ты не можешь все эти методы использовать, особенно если новости идут на потоке. Но инструменты лежат. воспользуйся теми, которые можно в данный момент быстро и наиболее эффективно использовать. Итак, это довольно известные вещи. Все-таки о некоторых я скажу. Самое известное это нужно подтверждение той или иной информации как минимум из одного. Некоторые утверждают, что еще из двух независимых от первого источника. Но из двух это вообще редко кто делает. да и не очень реально. Это первый метод верификации самый известный. Следующее в порядке последовательности не важна, важен в целом список. Конечно, хороший метод выяснить заинтересован или не заинтересован данный источник в передаче данной информации. Имеется в виду не заинтересованность в оглашении его этой информации, а вот в том, чтобы она была именно такой. В общем-то, в случае с министром финансов можно предполагать, что министр финансов заинтересован в том, чтобы цифра бюджета, которую он сообщает, она соответствовала официальным нормам, казалось, не подвергалась сомнению и критике со стороны, допустим, оппозиции, ну и там многому другому. То есть, по этому критерию уже к любой информации любого официального лица нужно относиться с осторожностью. Следующий метод нужно сопоставить. Для этого существует то, что по-научному называется тезаурус, по русским вариантом, в обиходе, кругозор, эрудиция, то есть, сумма знаний, которой обладает тот или иной человек, в данном случае тот или иной журналист. Нужно сопоставить полученную информацию с иной информацией на данную тему. Вот, кстати, это чаще всего позволяет сразу определить довольно точно, все-таки это сомнительная информация или она, скорее всего, соответствует действительности. Ну, не во всех случаях, но тем не менее. Следующий метод проверка информации полученной, другое дело, что ты уже тут оглашаешь, пусть пока еще не на шокую публику, то, о чем узнал только ты, проверка полученной информации у незаинтересованных экспертов, кто сами источниками информации не служит, но знает данную тему. Чем специальнее тема, там научная, та же самая финансовая, по бюджету, цифры бюджета, но можно позвонить эксперту-экономисту хорошему, которому доверяешь, и спросить, вот он мне сказал, что бюджет такой, то как ты думаешь, это правда? И, в общем-то, грамотный эксперт, конечно, скажет, да, скорее всего, правда, довольно точно правда, нет, что-то здесь сомнительно, что-то там не сходится. очень хороший метод, особенно при общении, вот официальные источники, которые там сознательно и дозированно могут выдавать информацию, но от них трудно добиться чего-то большего, чем они уже сказали, если они не хотят тебе дальше это рассказывать. А когда ты имеешь дело, например, со свидетелями какого-то происшествия и людьми, представляющимися, свидетелями, то очень хороший метод, такое короткое интервью, задать дополнительные вопросы. Некто сообщил тебе что-то и сказал, что вот это правда. Вот если ты задашь ему один, второй, третий вопрос, пытаясь углубиться в эту тему и углубить его, то ты сразу почувствуешь, что он продолжает тебе объяснять, пояснять, рассказывать, пусть даже не давая новой информации, но видно, что он это не придумал, не сочинил специально. Ему есть что сказать, помимо той цифры или описания действий одного или двух лиц, что он сообщил. А если вот он тебе то, что сказал, и дальше ты ему задаешь следующий вопрос, и он тебе повторяет то же самое, то тут явно что-то не сходится. Потому что человек всегда знает больше, чем он говорит другим. А если он знает только то, что говорит, то это либо придумано, либо явно сомнительно, потому что, ну, к одному факту, к одной цифре никакое даже очень мелкое событие не сводится. вот за требование у источника дополнительной информации по сообщенной им первоначальной информации, желание ее дать, отговорки, по которым, он говорит, я не могу это рассказать, даже по формировкам этих отговорок, если он даже не дает, либо наоборот, если он готов предоставить какую-то дополнительную информацию и предоставляет ее, пусть незначительную, это тоже один из самых эффективных методов, не со стопроцентной гарантией, конечно, верификации информации. И последнее в этой связи, что, а, да, это, конечно, важно, ну, в принципе, это предполагается первоначально, но в иных случаях это известно заранее, опять же, если вам официальное лицо сообщает, но если вам сообщают нечто очень интересное, некто, о ком вы что-то знаете, но не до конца все, то, естественно, нужно проверить, собственно, авторитетность самого этого источника информации, его компетентность. в этой связи, это нужно опрашивать, его знакомых, тех, кто его знает, соседи в разных ситуациях, других экспертов по этой теме. А вы знаете, этому можно верить, этому можно доверять, причем нужно не... как во всем, все изменяется в жизни. Этот человек вчера говорил правду, позавчера говорил правду, а с какого-то момента что-то случилось у него ли в жизни или вообще, вот, и он начал врать по каким-то причинам. Вот от того, что он вчера еще был авторитетным источником, это не значит, что таковым же он является сегодня. Вот. Ну, это вот главные принципы и методы верификации информации, совокупное их использование всех в некоторых там, в некоторых тонких ответвлениях, ну, дает там почти полную гарантию того, что вас не обманывают, и вы можете довериться этому источнику. Ну, профессиональный опыт и интуиция позволяют использовать часть этих методов, поскольку всегда дефицит времени, конкуренция и, конечно, все там одномоментно методы проверки ты использовать не можешь, но ты их должен знать. Кстати, это один из таких очень хороших показателей профессионализма, по крайней мере, в теоретическом смысле того или иного работника средств массовой информации. Потому что тот, кто не может пусть своими словами сформулировать вот эти методы верификации, проверки, точности, правдивости, объективности информации, тут, знаешь, просто не понимает эту проблему. Вот для него кто что не сказал, то и правда. Сегодня один сказал, назвал цифру, это правда, завтра другой, ну, тоже там, министр какой-нибудь, не важно, не министр, так и иное известное лицо сказал, он и этому верит. это, это, кстати, хорошо и для для жизненных, для бытовых житейских ситуаций знать, представлять методы. В принципе, все основано на здравом смысле, как многое в журналистике и даже в теории журналистики. Для житейских ситуаций и житейских коллизий вполне очень полезно представлять, как это все, как можно проверить эту самую информацию. объективность, правдивость информации. Теперь несколько слов об умолчании. Казалось бы, такой слабенький информационный прием и действительно, иногда люди умалчивают о себе, о других нечто, что, да, извините, забыл сказать, забыл просто упомянуть. Еще есть один ответ правильный, который точно никто не дает, кроме опытных, уже более-менее опытных медийных работников. Где спрятаться отследствия массовой информации? Ну, вот, может быть, вы скажете, помимо того, что я перечислил. Самих средствах. Совершенно верно. Вы это откуда знаете? Догадалась. Догадалась. Ну, замечательно. Если просто догадались, то просто, то можно позавидовать вашим аналитическим способностям или там наработанному житейскому опыту или, не знаю, интуиции. В самих средствах массовой информации легче всего спрятаться от их внимания. Ну, тоже тут есть некое привлечение, но имеется в виду, что средства массовой информации разоблачают кого и что угодно, кроме самих себя. Другие средства массовой информации в конкурентной борьбе, мы об этом уже, по-моему, говорили, но и то редко, потому что, если ты будешь разоблачать конкурента, ты даешь шанс, повод конкуренту разоблачить тебя. Поэтому скелеты в шкафу любых политиков будут доставать из шкафа любых политиков, будут пытаться доставать, если не зависит от этих политиков, тем более, но свои собственные скелеты, естественно, скелеты из своего собственного шкафа доставать не будут. А самих себе журналисты врут очень много. Ну, очень много, поверьте мне, если вы еще не догадываетесь. Иногда выплескивается наружу кое-что, но бессловно меньшая часть. Так, значит, умолчание. Тут тоже довольно подробно сразу примерами об этом написано. Я просто, может быть, два примера поведу. покажу две калитрии, чтобы вы представляли, почему это бывает. С одной стороны, мы отбрасываем такие варианты, когда не хватило пространства, времени, чтобы все сказать, сказать всю правду. Хотел, я готов рассказать всю правду, но для этого мне нужна передача в три часа. Естественно, таких передач практически нет. И если не премьер-министр или не бог знает кто еще, не президент, вряд ли какой телеканал три часа даст. Это мы отбрасываем такие формальные в принципе. Когда что-то делается, имелась возможность это сделать, но это не было сделано. В частности, значит, умолчание. Иногда действительно люди считают, что это несущественно. Просто сознание данного человека оно так работает, то ли оно в принципе так устроено, то ли это то есть легко доказать, что это существенно, но он знает, что это опасно или искажает его концепцию, то, что он хочет рассказать, и подсознательно он умалчивает о чем-то неприятном, не вписывающейся в эту концепцию. В каком-то смысле это тоже можно назвать обманом, но, собственно, тогда для этого разговора рядом со мной нужно построить психолога или психиатра, который бы тут еще параллельно разбирался с тонкостями человеческого сознания, а это тоже там все сильно меняется под влиянием средств массовой информации, да вообще жизни и разных обстоятельств. мы об этом не говорим. Ну, впрочем, из литературы такой же избирательстики это тоже довольно хорошо известно. Кстати, и обман в этом смысле бывает бессознательный. Опять же, мне трудно уже оценить вот ваш жизненный опыт из-за довольно существенной разницы в возрасте, но какой-то он у вас есть, если более-менее вы оцениваете рационально, пытаетесь анализировать свои поступки и поступки других людей, вы должны представлять. Но особенно это видно на мемуарах, очень все хорошо видно сейчас, не знаю, пишут ли люди письма родителям. Если вы пишете откуда-нибудь издалека, там, с отдыха, но сейчас, наверное, нет, там, смс-ками, а раньше писали, между прочим. И вот ты всегда там родителям изображаешь некую правду, но не чтобы они поняли, что ты реально в том месте находишься и так далее. Ну, во-первых, ты, конечно, неприятные вещи безусловно ты там сознательно не описываешь, но какие-то вещи, которые о них в принципе можно рассказать, но они кажутся тебе, что вот родителям будет это неприятно читать или что-то в этом духе. Ты вот там подсознательно на момент письма как будто ты о них забываешь или там у тебя внутри нечто происходит и не стараясь специально обмануть кого-то, ты игнорируешь сумму фактов. Потом, когда ты осуществил эту операцию в виде написания письма или рассказа кому-то о чем-то, то ты это все вспоминаешь. Некоторые даже начинают правильно я сделал, что не написал. Но когда вот это произнофис, пишешь этот текст сочиняешь, то у тебя это уходит. Опять же, возьмите любую ссору, любую коллизию, вы легко увидите, тем более потому, когда по времени она уходит в прошлое все больше и больше, как два человека. Вот на ваших глазах произошла драка. Вы видели, что она началась с того, что этот сказал что-то такое обидное тому, и этот ударил. Если они сами рассказывают о том, что произошло, это будут две разных версии чаще всего, кто что сказал, какое слово, когда сказал, кто ударил. Если коллизии очень серьезные, они крайне заинтересованы в том, чтобы победила их версия, то с какого-то момента они начинают сами верить в то, что они придумали, чтобы оправдать себя, и они уже, я не знаю, можно ли это с помощью этого полиграфа проверить, кто врет, кто нет, но через некоторое время человек просто настолько убежден, что было так, хотя было не так, что он не чувствует этого обмана, который производят, и также журналисты, работающие над какой-то определенной темой. Я, кстати, не буду называть фамилии, некоторые из них очень громко звучат, но известны случаи, известно их очень много, известно, когда журналист увлекается какой-нибудь тематикой, особенно если это разоблачительная тематика, он уже вот все то, что идет в пользу другой стороны, то есть стороны, которую он разоблачает, он либо игнорирует, либо не замечает, либо у него даже рука не поднимается, он в принципе это знает, но рука не поднимается вложить это в этот текст, и вот тогда происходит такая возгонка вот этого разоблачительного пафоса, когда ждет все больше и больше и больше искажений и правды вначале-то был маленький, всего лишь маленький факт, который в принципе соответствовал действительности, но вот этот разоблачительный пафос, как любой ажиотаж, как любой эффект, он приводит к этому искажению, так вот, умолчание, значит, вот такие безобидные, бессознательные, вернее, безобидные, неизвестно, как повернется, бессознательные способы, бессознательное умолчание, оно присутствует, его мало кто может контролировать, но существует вполне сознательное умолчание, я в частности привожу пример, это опять же легче, что со средствами массовой информации, они от всех требуют правды, но вот там, ну, каждый второй приходящий сюда на мастер-класс журналист, если вы ему будете задавать известный вопрос о том, сколько ты зарабатываешь, он будет отвечать, что да, это частное дело, да, вот неприлично спрашивать, сколько зарабатывать, вообще на моей памяти один Соловьев сказал, назвал цифру 50, он, по-моему, так сказал, 50, 50 тысяч, ну, да, не важно, да, да, но он не уточнил, что не рублей, но это, понятно, понятно было, что, конечно же, не рублей, повторяю, вот, не помню, кто еще, по разным причинам не называют цифры, одни, потому что получают гораздо меньше, чем предполагается, что они получают, и чем им хотелось бы получать, и представлять это публике, другие, потому что они получают гораздо больше, чем хотели бы об этом сообщать публике, и по-разному, вот это пример умолчания сознательного и, в принципе, искажающего картину того, что происходит, например, в медиа-среде, притом этот пример чем показателен, что умолчанием занимаются люди, которые, в принципе, выступают за свободу, за гласность, транспарентность, ну, и так далее, и вот за то, чтобы все политики говорили правду. Вот эта формула англосаксонская, о которой я вам говорил, юридические, присяга в некоторых судах, что говорить всю правду, только правду, то есть, не добавлять своих фантазий и ничего, кроме правды, вот особенно всю правду, ну, я не могу себе просто представить ситуацию, кроме самых простых, где, когда кто-то говорит всю правду, поднимительно к людям, в том числе, здесь сидящим, вам должно быть это очевидно, кто из вас всегда говорит всю правду, только правду, ничего, кроме правды, поднимите руку, я хочу посмотреть на этого человека, вот, то есть, руки не поднялось ни одной, и правильно, в принципе, наверное, это невозможно, даже в очень простых ситуациях, тем более, что человек не может определить эту границу, а где она вся правда, опять же, для более сложных ситуаций точно, хотя интуитивно, конечно, и профессионально всякий журналист знает, всякий медийный работник, ну, кроме тех, кто уже поверил абсолютно в свою там звездность, он уже работает на таком автомате, верясь, что все, что он говорит, это есть правда по определению, поскольку говорит это он, вот, ну, это уже такое профессиональное сумасшествие, легко, кстати, определяемое, всякий, конечно, журналист, тот, кто общается с публикой, он знает, где, в какой момент он начинает что-то утаивать существенное и обманывать, не все при этом краснеют, некоторые, кстати, краснеют, ну, впрочем, это тоже отчасти физиологическое свойство одних организмов, а другие люди, врут, они краснеют, не только потому, что они закоренелые лжецы, а потому, что у них, в принципе, иное расположение кровеносных сосудов на лице, а есть такие, которые краснеют сразу, как только что-нибудь неправильно скажут, это не значит, что они самые большие лгуны. так, итак, то есть, вот, умолчание, когда кого-то ловят на умолчании, или на том, умолчание, оно же такая вещь, ты не обманываешь, да, ты просто не говоришь всю правду, но тебе, тебя на этом уловят, тогда нужно как-то реагировать публичному лицу, тогда он переходит, либо ему нужно сказать то, о чем он умолчивает, а он не хочет, тогда нужно перейти к обвинениям по отношению к тем, кто просит эту всю правду. Если это официальное лицо и дело, и речь идет об умолчании, касающемся информации, фактов, связанных с действиями государственных официальных структур, то чаще всего оправдание идет такое, что это тайна, коммерческая, государственная, военная, еще не... Если касается действий данного лица как официального, то чаще будет ссылка на то, что либо это очень сложно, это сразу не объяснишь, либо это тайна какого-то уровня, там, вот для самой-самой военной, а если это касается частного лица и в частности вопроса о зарплатах, а я имел случай, здесь он поведен, я правда не называю данного человека, но вы его все, кстати, знаете, поскольку это очень известное медийное лицо, убедиться в том, как вот как раз этот человек реагировал на такой вопрос, то тоже известный аргумент о том, что это тайна частной жизни, что они прилично спрашивают о зарплатах, хотя тот же самый человек, когда он пытается, начинает разоблачать каких-нибудь политиков, он говорит, нет, нам нужно знать их зарплаты, потому что, ну, там аргументация очевидна, вот, между прочим, журналист, телевизионный работник, поп-звезда, он или там ведущий телевизионных программ, в смысле развлекательных или ведущий серьезных политических передач, это не важно, он становится публичным лицом, и с этого момента общество имеет право знать всю правду, во всем случае, о его доходах ту же правду, что и там о доходах президента или министра, его никто не заставлял выходить на эту публичную арену, он сам к этому стремился, но когда-то туда вышел, то тогда уже соответствует всем тем требованиям, которые ты предъявляешь к остальным аналогичным лицам по известности, по влиянию и по всему прочему. То есть умолчание вроде бы такой безобидный прием, но оно может очень агрессивно оформляться, если кто-то попытается выйти из этой ситуации умолчание, все-таки получить эту информацию, я думаю, у вас будут случаи убедиться в том, как это бывает. Значит, обман, ложь, это различие, но они в принципе такие и есть у этих слов, ложь это просто неправда, обман это целенаправленная неправда, целенаправленное распространение лжи, человек специально это делает, ну, с тем или иным целеполаганием. Значит, сначала пробежимся быстро, полные списки, есть в тексте этой лекции, по обману. Грань тут, как вы понимаете, в определенный момент практически исчезает. Ну, я уже говорил, журналисты может ввести в заблуждение авторитетный источник, но трудно не поверить министру финансов, который говорит, что бюджет такой-то. Ну, кому-то верить. Правда, там, через пять лет выясняется, что вот, недавно выяснилось, что не где-нибудь, а у немцев, где там супер-бухгалтерия и вообще Карл Маркс, как известно, был экономиста, Дора Моисеевна старший экономист, посему важнее Карла Маркса. То есть, там, где бухгалтерия, классики бухгалтерии сидят, и вообще педантизм немецкий, и все такое прочее, и прозрачность, и все остальное, выяснилось, что там, несколько миллиардов евро в бюджете как-то там затерялись. Вот. То ли это специально, то ли это ошибка, там, бухгалтерия, но в том и другом случае это просто шокировало, как сейчас выражается, то есть, по-русски говоря, потрясло немецкое общественное мнение, пусть на короткий период, потому что, ну, никто не мог представить, что немецкие бухгалтеры, тем более, федерального уровня, могут так запросто потерять, там, несколько десятков, по-моему, биллиардов, это не вписывается в сознание, в понимание. А, то есть, вот выяснилось, там, два года спустя, или пять лет спустя, что, оказывается, то, в чем тогда все были уверены, в том числе, опираясь на эти официальные источники, крайне авторитетные, честные, и все такое прочее, и квалифицированные, оказалось, что это неправда. Ну, это такой добросовестный, на самом случае, мы говорим о журналистике, которая работает с этими источниками информации, журналисту сказали, ну, как не верить, министру финансов, там, или какому-иному министру, когда он говорит по своей теме. Это такое добросовестное заблуждение, журналиста, в этом случае, это можно считать обманом. Добросовестное заблуждение, на основе информации, полученной от авторитетного источника. Сам журналист может, получив сумму фактов, ну, действительно добросовестно в чем-то заблуждаться. Журналисты не гении, я вам говорил, должен был говорить, журналистской профессии не для гениев, если ты гений, чувствую, сейчас точно уходи из журналистики, если в точном смысле слова, в точном смысле понимать слова гений. Все могут ошибаться, ну, даже там прямой, вот, посчитал что-то, арифметическую ошибку совершил, вынес это на всеобщее обозрение, а потом оказалось, что ошибся, не хотел, не специально, не хотел никого обмануть. Извинишься, не извинишься, поправишь, не поправишь, вот этот длящийся обман, это очень важно. Журналисты, средства массовой информации не любят извиняться за свои ошибки, тому есть там много примеров, есть много объяснений. Люди-то тоже не очень любят извиняться и признавать свои ошибки, студенты, в частности, как часть людей. Вот этот, это проблема профессиональная, моральная, для всякого, кто в публичной сфере работает. Ты способен и какие последствия будут того, если ты признаешь свою ошибку? Первое, о чем думает человек, значит, я признаю свою ошибку, значит, я паду в глазах тех, кто об этом узнает. А так они, может, и не узнают. Или там, через какое-то время это забудется. реальная проблема. Второе, конкуренты воспользуются. Только я признаю, я готов признаться, это честно, это хорошо, это правильно, но конкуренты, мерзавцы, как только я этому признаюсь, они все напишут, ах, вот он все время ошибается, вот видите, он даже признался, а я-то знаю, что они в сто раз больше меня ошибаются, но ни разу не признавались. А я, честный человек, признаюсь, это большая, профессиональная, моральная проблема. Это так бывает очень часто. Они лгут, не признаются, ты один раз ошибся, оболгал кого-то, признался, и они, лжецы, будут показывать на тебя пальцы, говорят, вот видите, но он же сам сказал, что он то ли обманулся, то ли обманул, во всяком случае, сомнительная личность в нашей профессии. Ты знаешь, что они точно профессиональные лжецы, но ты же не будешь вот дальше, ну то есть, дальше нужно участвовать в обмене этими упреками. Кстати, там у меня в конце этой лекции есть то, что называют то ли золотым, одним из десяти золотых правил, может быть, я так не называю, там, просто максимум, просто одно из максимум журналистских. Это мой совет, рецепт, я его предлагаю, его нельзя навязывать ни теоретически, ни практически, нельзя вставить этот вопрос в экзаменационные билеты, потом требовать, чтобы там был точно такой ответ, да еще там совершенно искренне. тем не менее, такой совет я даю, вот как раз в коллизиях подобного рода, потому что я смотрю на журналистику, на медийную среду и на практику ее существования не сквозь розовые очки, как хотелось бы кому-то, когда-то где-то было, никто не помнит когда и где, а нам все говорят, что вот вы плохие, а там было хорошо. как лжет вся журналистика и все СМИ всего мира в разные моменты по разным поводам мы прекрасно видели и не только, а не только российские, мы видели в последнее время. Одновременно, то есть нужен трезвий подход, но одновременно не нужно думать, что весь мир помойка, журналистика это ад, значит, а вот я сейчас такой чистый невинный, брошусь туда и проплыву по этой помойке не испачкавшись и пройду через этот ад, не сгорев. Есть реальная жизнь, она довольно банальна, так сказать, содержит энное количество коллизий, каких мы отдельно поговорим. В данном случае что важно и в чем состоит совет? Нельзя заречиться от того в начале своей профессиональной карьеры, что вот я никогда, никого не обману, ну, возьму просто слово обману, я не буду говорить там более серьезным, клевета там специально оболгать, это, конечно, уже этого совсем нужно сторониться, ну, просто возьмем обман. Но мой совет состоит в следующем, он там сформулирован довольно четко, таким довольно пространным абзацем. Советую вам, отложите себе в начале своей профессиональной карьеры право на три таких поступка обмана. И мотив, конечно, повод, тогда, когда против кто-то вас начал бороться нечестными вас, вашего средства массовой информации, или там дорогих вам людей, или дорогих вам ценностей, идеалов. Да, отложите себе право на три таких поступка. три раза вы можете воспользоваться этим. Понятно, что если вы в первый год используете все три, то вам больше... Поэтому как можно позже нужно первый раз воспользоваться. Жизнь, длина, то есть она не так длина, как кажется в тот момент, когда вы пребываете в таком возрасте, как вы, вот, но все-таки достаточно длина. Значит, не нужно торопиться при первом случае сразу хвататься. Дальше нужно понимать, что после второй попытки остается только третья, последняя. А что еще случится впереди? И может быть действительно вам понадобится это оружие, вот кровь из носа, а у вас уже все три попытки израсходные. Поэтому не торопитесь с первой такой попыткой, тем более со второй, потому что тогда у вас останется только одна. И уж совсем точно не торопитесь с третьей, потому что после нее все, а может случиться еще что-то, что непременно потребует использования этого неприятного, в том числе тому, кто его использует, от сильнейшего оружия. Ну, это такой нецеленаправленный обман, незлонамеренный обман, это когда журналист, я, по-моему, говорил вам уже в связи с чем-то, когда журналист начинает досочинять вот эти факты. Есть примеры совсем безобидные, есть примеры, которые приводят к неприятным последствиям, принцип тот же самый, возможно, я именно об этом и говорил, поскольку это очень удобный символ, такой пожар. Ну, жили, там, ну, кинули, пришел в редакцию, его поставили на событии, на происшествия, в частности, на пожары. Вот, ну, он съездил на 20 пожаров, честно все описал, как видел, ничего не приукрасил, ничего не приуменьшил, все написал, так, претензий к нему нет. 21 пожар, ну, все пожары одинаковые, там, их 5 категорий, ну, в принципе, все ясно, кто горит, там, ясно, с жертвами, без жертв, все ситуации есть, деревянные дома, недеревянные дома, с химией, без химией, со взрывом газовых баллонов, без взрыва газовых баллонов. 20 пожаров, это достаточно, чтобы всю эту квалификацию в голове держать. Вот, ну, с опоздания приехал на 21, там, на 25, не все узнал, там, вот он знает, как, в принципе, пожары такого типа развивают, в зданиях такого типа, вот, он записал там, где произошло, в какой момент, увидел, дом пятиэтажный, из окон никто не прыгал, все остальное досочинил, в разумных, да, это реальная картина, как она бывает, обманул, в принципе, могло быть, в данном случае, не так, может быть, это какое-то ответвление, но он сделал, это не специально, чтобы обмануть публику, исказить картину, наоборот, он, это как вот этот самый, как археолог, там, нашел одну кость, и по ней восстанавливает весь скелет, в принципе, мы верим, что археолог знает, как это делать, потому что, там, был такой, Герасимов, антрополог, если вам говорить о чем-то, это фамилия, наш, российский, русский, советский, вот, который как раз по черепу восстанавливал, считается классический метод, сейчас и многие пользуются, без всяких компьютеров, по черепу восстанавливал внешний вид, голову, лицо Ивана Грозного, там, Ярослава Мудрого, там, и многих других, Чингисхана, по-моему, или у Лукбека, и многих других, вот, но, знали мы все, а этот конкретный археолог, он вообще хорошо учился в Московском государственном университете, на историческом факультете, на кафедре археологии, может, он был троечник, но получил диплом, нашел косточку, и восстановил нам что-то, а где у нас полная уверенность, что он такой, и вообще мы самому методу этому должны верить, но, в принципе, метод, строгая научно-правильный, хотя бы на примере с этой археологией, антропологией, я вам показываю, и журналист всегда может сказать, ну, хорошо, но если, совсем уж неизвестно, как выглядел человек, по какой-то кости восстанавливают события, верят человека, там, двух, трех, четырех тысячелетней давности, когда он жил, то пожар, который в наше время, я же не восстанавливаю, пожар в Риме, когда, там, нейрон поджег, вот, кто может, это же можно легко проверить, вот они, пожары все-таки бывают, но чем я хуже, почему я меньше прав, чем у этого археолога, или антрополога, но ошибки могут быть, это вот, такой обман, не целенаправленный, в том смысле, что он не преследует цель обмануть, он даже, наоборот, преследует цель, как можно больше, как можно более полно, объемно, и правдиво восстановить, картины, а тоже один, очень популярный сейчас, предмет такого обмана, не целенаправленный, это использование архивных, архивных фотографий, без указания, что они там не имеют, привод от отношения, к этим событиям, ну, в какой-то момент, это на телевидении, особенно популярно, за этим начинают следить, и там появляются, фото из архива, но, в принципе, очень многие редакции, очень многие редакторы, журналисты, пытаются этого, этого избежать, там, где можно, не указывать, что данные иллюстрации, данные фотографии, не имеют отношения, конкретно, к данному событию, в этой связи, случается масса ошибок, когда там, допустим, о чем периодически, между прочим, рассказывает Сергей Иванович Сычев, я надеюсь, вам известный, на канале Лучше ТВ, в соответствующей передаче, маленькой, крохотной, одни и те же фамилии, одни и те же имена, там, постоянно путают фотографии в прессе, причем иногда, конечно, диким образом путают, потому что, ну, вот, ну, это просто демонстрирует невежество тех, кто подбирает эти фотографии, бильдредактор, так называемый, или фоторедактор, это, в принципе, в классическом понимании слова, это очень знающий человек, просто ему доверяют, вот, этот изобразительный ряд в газете, изобразительный ряд в газете, это нечто эксклюзивное, да, значит, бильдредактор, это очень знающие люди, потому что, в газете, в журнале, этот изобразительный ряд, он сразу бросается в глаза, там, на телевидении картинки мелькают, поэтому, это очень уважаемая всегда была профессия, она не пользовалась широкой популярностью, это были крайне квалифицированные люди, вот, ну, известная правда, это в основном, из-за ретуши случалось, вот, тоже такой обман, который сразу, сразу в глаза, сразу бросается в глаза, из старых классических примеров, советских времен, когда хотели вот обмануть, не злонамеренные цели, вот, там, случайно, это, это получалось, на одном из партийных съездов, или конференций, что-то в этом духе, там, уже, короче, при этом, ретушировании, так получилось, что, я не помню, начальную коллизию, так получилось, ну, нужно было избежать, какой-то там, ненормальности, непонятности, получилось, что человек, который выступает на трибуне, перед съездом, одновременно сидит в президиуме, и слушает сам себя, вот, там не было, там, не против врагов народа, там, не что-то такое, это была какая-то обычная ситуация, когда вот нужно было что-то изменить, в композиции, этого, ну, случай совсем анекдотический, никто никогда, все говорят, что это было в каком-то городе, многие говорят, никто, правда, по-моему, не приводит точно, где же это было, в каком городе, где этот памятник Ленину был установлен, скульптор по заказу сделал Ленина в известной позе, с кепкой, с кепкой в руке, вот, а заказчик, там, местный, горком, или крайком, или обком партии, сказал, ну, как же Владимир Ильич, там, стоит без своей знаменитой кепки, скульптор, в результате, добавил ему кепку на голову, забыв убрать ту, что из руки, вот, в результате, Ленин оказался в кепке на голове, еще с кепкой в руке, вот, говорят, что такой памятник был, правда, повторяю, никто точно адреса не указывает, но это вот такое тоже, несколько фарсовый, пример того, как люди не хотят ничего плохого сделать, а вот получается этот самый обман, к такому типу, ну, нецеленаправленного обмана, я отношу, то, что называется добросовестной, я называю добросовестной пропагандой, в одном варианте добросовестной рекламы, вот вы верите, что данный шампунь помогает от перхоти, хотя понятно, что все шампуни, которые рекламируются по телевидению, как помогающие от перхоти, менее всего именно от нее-то и помогают, но это известно всякому здравому человеку, если даже он на себе это не проверял, но вы верите, то ли у вас получилось, там, вам помогло, от чего-то другого, и вы начинаете другим об этом рассказывать, у вас нет никакой точной информации, что это помогает, но вы в это верите, и вы пропагандируете, в данном случае уже там, как журналист, как пропагандист, это относится к идеалам, говорить, что вот там советская печать была плоха, она там всегда обманывала, многие верили в то, что они писали там, в частности, об этих, о светлом будущем, кстати, много из того, что писал тогда советская печать, в частности, об ужасах капитализма, и все, вернее, многие в определенный момент говорили, да нет, это все лгут советские журналисты, международники, вот когда все стали международниками, все стали уезжать за границу, и ходить не только по центру Нью-Йорка, и по центру Парижа, но и в некоторых других местах, вот, они увидели, что не так уж много лгали советские журналисты, международники, описывая жизнь, жизнь зарубежных стран, но в данном случае важнее не это, а то, что вот добросовестность, то есть вера в то, что ты защищаешь правое дело, туда же относится обман во благо, ну, по методу цель оправдывает советство, типичный пример, который все приводят, это вот когда там кинотеатр, темно, пожар, пожар, но ты обманываешь, не кричишь пожар, чтобы спокойно люди, максимум людей, вышли из этого помещения, совершенно, цель оправдывает, ты обманываешь специально для того, чтобы спасти людей, опять же, где грань, в случае с пожаром, ты прав, все скажут, хотя, строго говоря, никто еще не проверял, ну, вроде бы, считается, что все-таки больше выйдут так, а там в иных случаях, в иных случаях, это не очень работает, или не работает, ну, по крайней мере, логика понятна, ясно, что здесь люди хотят обмануть во благо, или там, опять же, по методике медицинской, которая долгое время исправит, в нашей стране, не нужно больному, тяжело больному говорить о возможном близком исходе, печальном, и там еще многое, пусть так ему спокойнее, а вот эта западная методика, наоборот, все сказать, кто здесь прав, кто не прав, сначала было одно популярно, потом стало популярно другое, и сейчас у нас это вводится, насчет того, что сказать всю правду, для того, чтобы он знал, какая это правда, чтобы он приготовился, и там сознательно боролся, за свою жизнь, тут тоже много сомнений, что это делается, с этой целью, потому что масса случаев того, когда ты чувствуешь, понимаешь, иногда знаешь, что тебе говорят, что у тебя такая серьезная болезнь, что просто приготовься к худшему, для того, чтобы ты выложил максимум денег, за лекарства, которые тебе сейчас будут, которые тебе в принципе не нужны, но когда ты чувствуешь, что если ты их не будешь принимать, то ты через два месяца умрешь, вот, то, естественно, ты готов выложить все, что у тебя есть, чем и пользуются врачи, оправдаешь все тем, что нужно честно ему сказать, чтобы он мобилизовал возможности своего организма, оказывается, нужно, чтобы он мобилизовал возможности своего кошелька, а не организма, организм и так сам справится, без помощи врача, и без лишних затрат с этим, вот все эти, такие архетипичные, или типичные, жизненные ситуации, по которым вам дают рецепты, в том числе профессиональные, как в них действовать, вы ко всему должны относиться настороженно и оценивать, кто вам это говорит, опять же, точно совершенно пишу в этой лекции, наверное, уже говорил вам, бойтесь людей, которые с высокой трибуны, или из этого стола, из этой трибуны, из любой другой, вам будут говорить, что вот, какие они честные, ни разу, ну, один только раз, в далеком детстве, в начале своей карьеры, я один раз по ошибке, по глупости обманул, и после этого я такой честный, а вот там вот это, и те, кто вас, вот, с особым напором, энтузиазмом, пафосом, учат тому, как нужно действовать морально в тех или иных ситуациях, бойтесь таких людей, чем больше человеку, занимается морализацией, на трибуне, тем более настороженно к нему относитесь, мой опыт показывает, что это, главное, в реальной жизни, это те, кто более всего моральных поступков и совершает, но дело даже не в том, пусть он сам совершает аморальные поступки, если он дает хорошие советы, но, как правило, они дают советы не хорошие, а вот эти завышенные, они сами-то не могут ни одному этому совету последовать, и многие трудно вообще реализовать, они навязывают это другим, я не призываю нарушать мораль, что профессиональную, что общечеловеческую, различия мы отдельно поговорим, в этой лекции есть кусок, посвященный профессиональной морали, у нас на эту тему будет отдельный разговор, поэтому я сейчас об этом не говорю, но я к тому, что бойтесь тех, кто умеет громко и пафосно пытается учить других тому, о чем нужно говорить спокойнее, трезвее, реалистичнее, это не значит циничнее, но, конечно, помимо, здесь я завершаю, время завершается, список, который, может быть, продолжен, приводится и в этой лекции, целенаправленный обман, ложь, такая злокозненная, просто с намерением нанести ущерб кому-то, она присутствует, это от самых примитивных, фальсификации вот этих цифровых данных, от показателей в газетах, показателей тиража, я понимаю, я вас спас, вы так теперь смотрите на меня, с такой благодарностью, что я вас защитил, что мне даже неудобно становится от собственного благородства, я совершил подвиг, вчера я спас девушку, напишите об этом в газетах, одна из крайних, крайних проявлений вот такого злодонармейного обмана, это плагиат, в данном случае он обращен, плагиат обман не публике, хотя поэтому тоже может присутствовать, обман вот того, у кого украден тот или иной кусок, ну, есть люди, которые крадут бессознательно, мы знаем, как они называют, там, в магазинах и прочее, такие среди журналистов тоже, вот он будет уверять, что это он написал, хотя всем известно, что это написал не он, но это болезнь же, патология, значит, а есть те, кто сознательно это делает, там, объяснений много, ну, такое крайнее проявление знаменого обмана в профессии, там, вот пишущих, там, снимающих, иных людей, вот такая пропаганда, которая уже точно нацелена на обман аудитории, она встречается и в предвыборный период, и вне предвыборного периода, тоже она встречается, ну, клевета, когда просто людям приписывается то, что они не делали, тут есть тонкая грань, принцип понятен, в чужом глазу соринку или соломинку увидишь, а в своем бревно не увидишь, можно о ком-то что-то рассказать, методов используем много, конкретных, ты знаешь что-то о человеке икс, о политике икс, ты идейно против него, или ты против него, потому что он другой партии, а ты работаешь по каким-то причинам, за деньги, или там, просто так получилось, на эту партию, на этот партийный орган, ты знаешь о нем что-то неприятное, и точно такое же неприятное, известно, вот на примере с Берлускони, может быть понятно, о чем идет речь, значит, вот ты о своем противнике это рассказываешь, ты говоришь правду, а о своем патроне это не рассказываешь, просто умолчание, ну ты же не можешь о нем все рассказать, у него есть и другие грехи, и другие неблаговидные поступки он делал, ну ты же не будешь, нет, тебе еще не было возможности об этом сказать, все легко успокоить, то есть с одной стороны, ты говоришь правду, не обманываешь об одном человеке, и всего лишь умалчиваешь правду о другом человеке, ну оба приема безобидных, в принципе не обманываешь, но если ты делаешь это одновременно, в рамках некой компании, когда эти два человека конкурируют, используя этих двух стандартных, понятных приемов, каждый из которых не является обманом, в совокупности становится злонамеренным обманом, потому что ты говоришь о том, но не говоришь, ты не говоришь, что и тот, за кого я выступаю, и тот, против кого я выступаю, одного полиягода, оба мерзавцы, вот ты этого не говоришь, разъединить эту пару, и разнести в разные временные, вне какой-нибудь политической компании, моменты, и все вроде никаких нарушений, ни профессиональной, ни профессиональной, моральной нет, ты можешь себя чувствовать чистым, вот в медиа, в журналистике, это очень-очень все живо передвигается, вот представил один и тот же факт, одну и ту же фигуру, из одной программы в другую, и уже получился обман, иногда даже целенаправленный, ну, а клевета в чистом виде, ну, тут, кстати, мы часто встречаемся, к сожалению, довольно часто, на фоне вот этой виртуальности, болтливости СМИ, которые вечно говорят, что-то не до конца, или говорят много неправды, а потом то ли исправляются, то ли не исправляются, кривета в чистом виде, она проходит, вот, по разрядку, банального обмана, или банальной ошибки, на чем журналисты играют, это мое мнение, очень легко там все дать факты, придуманы ли реально и так, а обставить, что это твое мнение, поскольку у тебя документов на сей еще счет нет. В общем, завершаю словами, с которых начинал еще в прошлый раз, одна из фундаментальнейших тем, правда, обман, ложь и умолчание в журналистике, в медийной работе, вы безусловно с этим будете работать, даже можете не зарекаться, вы должны чувствовать, вы должны знать все эти приемы, и вы должны чувствовать, как один и тот же прием, безобидный, в одном случае становится опасным представляющим вас, или другие в другом случае. Какие решения вы будете принимать? Ну, это, так сказать, ваша судьба, ваш выбор, ваша воля, тот уровень моральных ценностей, которые вы сами для себя задаете, но вы это должны знать и чувствовать, вот эту, сколько подвижна эта амальгама, и рецепт сегодняшнего дня, он может не подойти на завтра. Хотя, повторяю, это все очень несложно, и кулинарная книга, она подсказывает, как это делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!